Миром, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы снова на канале Психофарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей бремени, нашему девизу, вашему оплакиваю мертвых, разбивая молнии и благодаря нашему гуру и учителю Психофармичу, мы сегодня будем продолжать рассказ о удивительных открытиях и достижениях нашей отечественной науки, медицины. Сегодня будем рассказывать о достижениях, конечно же, отечественной психиатрии и о том, как Россия полностью покончила с психической, с умственной отсталостью. Что такое умственная отсталость? Надо прежде всего вам сказать, что сейчас слово умственная отсталость, которое было в МКБ-10, больше не будет. Это правильно абсолютно, потому что уже стало какое-то бранное слово, а там ты умственная отсталая. Теперь говорят легкое расстройство интеллектуального развития. Или просто расстройство интеллектуального развития. Оно может быть легким, средне тяжелым и тяжелым. Мы решили, прежде всего, поскольку понятно, что средне тяжелое расстройство умственного развития, интеллектуального развития, это вещь достаточно очевидно заметная. Но мы сегодня попытаемся вам рассказать о том, как было покончено с расстройством интеллектуального развития. На примере легкого расстройства интеллектуального развития. Прежде всего расскажем вам о том, что оно из себя, это расстройство представляет. чтобы вы поняли с какими пациентами было покончено. Обратите, пожалуйста, внимание, что для того, чтобы поставить этот диагноз, надо, конечно, пациента протестировать с помощью определенных тестов. Вот бывают редкие расстройства психические, которые требуют действительно верификации при помощи определенных тестов. Но это вовсе не обязательно, потому что такого пациента можно узнать по его поведению. Сейчас просто кратко расскажем о поведении больных с легким расстройством телевизионного развития, чтобы вы поняли, как это все нужно лечить. Прежде всего, конечно же, мы разделили эти признаки поведенческие на два потока. Первый поток – это, конечно, недостатки. Итак, какие явные и очевидные недостатки есть у таких пациентов? Это психическое расстройство, еще раз хочу напомнить. Большинство людей остаются наивными в плане распознавания последствий чьих-либо действий, ну, то есть, проще говоря, недоверчиво. Их очень и очень легко обмануть. Кроме того, большинству трудно справляться со сложными ситуациями. Ну, например, управление банковскими счетами или какими-то долгосрочными денежными вложениями. Большинство из них умеет читать и писать примерно на уровне, посещавши школу 7-8 лет. Ну, то есть, это, в общем, не так уж и хороший уровень образования. Большинство умеет считать, но это очень простые математические расчеты. Ну, и еще есть определенный недостаток. Они не всегда могут двигаться по карьерной лестнице. Как правило, все-таки занимаются полу-квалифицированной работой, которая связана с выполнением каких-то определенных рутинных операций. Хотя в некоторых случаях могут выполнять и квалифицированные работы, например, требующие некоторого независимого суждения ответственности. Ну, например, всяких там офис-менеджеров. Так что это вот такие недостатки. Но у этих людей есть определенные достоинства, которые тоже проявляются в их поведении. У каждого свои. И прежде всего, конечно же, мы должны сказать о том, что большинство может из них совершенно свободно общаться. Так что, когда вы видите свободно общающегося человека, то, пожалуйста, не думайте, что у него не может быть нарушения лестницефлярного развития. Такие люди могут сказать и определить дату своего рождения. Такие люди могут пригласить других к участию в какой-либо деятельности. Большинство может общаться о прошлых, о настоящих и будущих событиях. То есть, вот если человек с другим человеком разговаривает, скажем, о политике, или об экономике, или еще о чем-нибудь, ну и выдают какие-нибудь прогнозы, то вовсе не обязательно, что у них нет нарушения лестницефлярного развития. Оно может быть. То есть, большинство могут выполнять команду, которая состоит из трех шагов и последовательно их использовать. Ну, например, классический пример трех пошаговой команды. Вот это как надо, например, креститься. Ну и самое главное, что большинство может деятельность, сервать различные номиналы. То есть, просто игроковая может считать деньги. Это очень и очень важно, потому что, на самом деле, вот даже само слово нищета, некоторые ученые считают, что происходит от слова не считать. То есть, люди, которые не умеют считать деньги, они, конечно, нищие. И, конечно, эти люди могут ориентироваться в сообществе, могут научиться путешествовать в самые разные места, используя различные виды транспорта. Самое интересное, что многие могут изучить правила дорожного движения. Обращаю вас внимание, потому что обычно спрашивают, что можно водить машину. Можно, вот они водят машину, выполняют требования для получения водительских прав. Более того, я вам скажу, что большинство из них может безопасно... Не значит, что обязательно безопасно пересекает на перекрестке. Но большинство из них может это сделать. А самое главное, большинство может сообщить о своих планах. Ну, например, о том, что они там хотят лечиться или как они хотят проводить свое время. Так вот, возвращаясь теперь к нашей теме. Конечно, эти люди полностью пропали из российской популяции. Почему они пропали из российской популяции? У нас есть потрясающий препарат для лечения, ну, я скажу по-старому, умственной отсталости. Это так называемая гапантеновая кислота. Обратите внимание, она бывает кидз, то есть для детей бывает и не кидз. А вот показания гапантеновой кислоты – это умственная отсталость, задержка психического, речевого, моторного развития или их сочетания. Их есть множество других показаний, и я сейчас вам покажу. Это вот еще показания гапантеновой кислоты. Да, кстати, кто хочет с этим ознакомиться, можете прочитать инструкцию. Можете просто остановить трансляцию и читать все подряд. Вот еще показания гапантеновой кислоты, вот еще показания гапантеновой кислоты. А побочных эффектов, побочного действия практически нет. То есть перед нами определенный уникум. Вот почему мы решили поговорить с вами об исчезновении больных с нарушением интеллектуального, задержкой интеллектуального развития. Потому что на самом деле это успех исчезновения таких больных был достигнут с помощью, я думаю, что гапантеновой кислоты. Вряд ли еще есть какие-то препараты, которые показаны для лечения задержки интеллектуального развития. И обратите внимание, вот это очень и очень важный признак этого препарата. Огромное количество показаний без побочных эффектов. Чтобы вам понять, насколько это выглядит необычно, вот вам, например, показания вальпроевой кислоты, препарата Депакит-Курона. Вот здесь перечислены все показания. Пусть вас не смущает, что там вроде бы много слов, но в основном это эпилепсия или маниакально-депрессивный психоз, или проще говоря, бар. А вот побочных эффектов, и это побочные эффекты, и это побочные эффекты, и это побочные эффекты. Почему же так получается? Почему у обычных препаратов, которые нельзя использовать для лечения умственной отсталости, почему так мало показаний и много побочных эффектов? Это очень и очень простой ответ на этот вопрос. Дело в том, что зарегистрировать каждое показание, это требует большого труда. То есть вот здесь пирамида так называемой доказательной медицины, и на каждом уровне должны быть какие-то доказательства. Лучше не одно, а лучше несколько исследований, пока наконец эти все исследования не обобщаются на уровне мета-аналитических систематизированных обзоров. То есть это очень-очень сложно, это огромное количество денег, потому что надо сравнивать препарат с пустышкой, надо сравнивать препарат с препаратным сравнением, которое уже известно в этом области. Очень и очень большие трудности. Совершенно другое дело побочные эффекты. Дело в том, что при побочных, собственно говоря, побочные эффекты, они, как правило, вот в ходе этих исследований регистрируются, поверьте мне, в обязательном порядке. Я вам скажу, под страхом страшных наказаний исследователи просто доставляют вписывать в эту самую карту побочных эффектов, кто проводил эти исследования, знает, что это такое. Разные совершенно ситуации, которые могут рассматриваться как побочные эффекты, чтобы ничего не пропустить. Не дай бог. Почему это так? Какая-нибудь фармацевтическая компания что-то пропустит, и потом возникнет иск. Причем это многимиллиардные суммы, никто этого не хочет. Включают туда все. Но это еще только часть дела. После того, как препарат зарегистрирован, прошел вот эту всю пирамиду исследований, и поступает в клиническую практику, тогда начинается совершенно вот такое потрясающее явление, как появляются побочные эффекты, которые как бы в живой естественной практике. и они тоже отлавливаются при помощи специальных форм. Почему они отлавливаются, как самой фармацевтической компанией? По той же причине. Не дай бог компании в чем-то обвинят. Они отлавливаются системой здравоохранения той или иной страны. Она независимо работает от фармацевтической компании. Постоянно идет наблюдение. А вдруг что-нибудь не то случится, потому что так же, как система здравоохранения, тоже могут потребителя спросить. А вы-то, собственно говоря, куда-то где-то. Поэтому все обязательно вносится в инструкцию. Поэтому так и получается, что вот столько показаний и огромное количество побочных эффектов. Как вы видите, препарат, который лечит умственную отсталость, гипонтеновая кислота, тут все наоборот. Такие препараты я предлагаю назвать русскими или российскими фуфлотропинами. Вот слово фуфло, лживая информация, и тропос, греческое, образ действий. То есть это образ действий, который приводит к подаче лживой информации. Я имею в виду инструкцию. Действительно, это потрясающе. Хотя, в общем-то, и маленькое чудо. Еще раз хочу вам сказать. Действительно, я был просто поражен, что у нас существует препарат от умственной отсталости, что он помогает от умственной отсталости, что он совершенно выпадает из общей канвы развития современной медицины, потому что у него показаний огромное количество, а вот побочных эффектов у него совсем нет. Так что, если вы хотите бороться с каким-либо тяжелым заболеванием, что у нас осталось тяжелое расстройство психическое, пусть оно даже легкое, но во всяком случае я не слышал, что вообще где-то это успешно лечится. Какими-либо вообще препаратами у нас это так. Именно поэтому, я думаю, и произошло то, что вы можете наблюдать вокруг вас. Посмотрите, пожалуйста, где вы видите людей, которые там обладают определенными недостатками, которые доверчиво их легко обмануть. А где вы видите людей вокруг вас, которые там, например, хорошо общаются, все вы видели признаки интеллектуального развития. Так что обратите, пожалуйста, внимание на гопантерновую кислоту, если вы хотите с этим справиться. Именно гопантерновая кислота, я считаю, и помогла России, и поможет любому государству в будущем. Потому что, к счастью, эта кислота есть у нас, и я не думаю, что она есть еще в какой-то стране. Если вы с этим справиться, напишите нам. Мы об этом, конечно же, расскажем. Как всегда, в конце нашей мини-лекции про русские фуфлотропины, я прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, комменты, лайки. Смотрите спонсором нашего канала. Это очень важно, на самом деле, чтобы все знали о новых классах психотропных препаратов, которые есть в нашей стране. И чтобы, ну, думали, реально смотрели на наши достижения. Нам бы этого очень и очень хотелось. Как всегда, в конце нашей мини-лекции хотите облагодарить нас за ее создание, вы найдете реквизиты счета в ее описании. До новых встреч!